для чего мы здесь и куда идем это как проснуться на телешоу и участвовать в нем не задавая лишних вопросов ты лишь выполняешь правила стараясь нажить побольше денег чтобы нужда копейки считать не заставила все чему учит телевизор для тебя как эталон одежда прически зачем вообще думать просто делать так как говорит он все трудности и невзгоды алкоголь и решает легко если мысли и рой не дают заснуть включи погромче радио всего жизненной доктрины секс наркотики и рок-н-ролл все просто но знаешь я бы хотел задать тебе вопрос неужели все заключается в том чтобы ты просто рос взрослеть старея жить и умирать оставляя после себя счастливый дом и кучу барахла которая достанется кому-то другому я хочу сейчас разобраться пока не закрылась дверь моего последнего дома оставить свою душу на как это слишком большой риск ведь уже совсем близко ответы на простые вопросы которые мы ищем вроде того что мы тут делаем и какова цель нашего тут пребывания как мы здесь оказались и кто творец настолько совершенного создания что случится когда нам придется с этим миром расстаться и стоил ли он того чтобы гоняться за ним вопросы которыми люди не хотят задаваться просто потому что это не нужно им неужели в жизни нет смысла о существовании лишь материально если вы реально верите в это тогда позвольте спросить вы создали сами себя или все же есть тот кто позволил вам жить тело человека безупречно и совершенно его даже не с чем сравнить всем создание высшего разума а я стараюсь просто лишь последовательным быть нет на земле камеры способны сравниться с человеческим глазом и такого компьютера который можно с мозгом сравнить ни разу даже собравшись всем миром мы не сможем и муху создать ты видишь все эти знамения но продолжаешь их отрицать о том что все произошло из ничего наука доказать стремится это так глупо ведь ноль плюс ноль плюс ноль никогда не даст единицу так откуда же этот совершенный порядок взялся ведь у всего есть свой источник автор творец держи нить даже то что ты смотришь это говорит о том что кто-то нажал загрузить если и был этот большой взрыв тогда есть и тот кто его произвел аллах творец вселенной и каждой души что в ней вечно живой единственный тот кто контролирует все и вся неподобный своим творением за гранью нашего понимания он не человек нет у него сотоварищей и недостатков всяких самодостаточный и не оставил он нас одних как каждый изготовитель он руководство нам дал коран и ислам извините я скоро закончу просто я еще не все сказал это единственно верный путь раскрывающий сущность бога как одного единственного мудрейшего и подобных описаний очень много он дал нам книгу в которой на противоречие нет и намека подтвержденных впоследствии как истории так и наукой еще 1400 лет назад описывая эмбрион человека ведь подобные знания не могли основываться на науке людьми 7 века от сравнения гор с колышками удерживающими землю от смещения до истории о двух морях не смешивающихся в абсолютно разных течениях описание планет и их орбитального вращения смены ночи и дня объема вселенной увеличения а также то что все было создано из воды истории о фараоне и о том какие были народы рассказ о нижайшей точке мира в которой рим перед персами пал ниц о том что жидкость из которой мы созданы берет начало между ребрами и поясницей при том что ни слова ни букву не исказили в коране что я хочу сказать просто спросить как человек 14 веков назад мог все это знать тот который не умел даже читать и писать он передал слово в слово то что принес ангел от господа миров вы все еще не верите но ведь истина так близко и прикоснуться к ней можно без всякого риска но вы не можете так как вы взяли бога его посланников предметом шуток и насмешек приняв его писание за сборник сказок небрежно вы проживаете жизни в грехах и бездумных надеждах пытаясь эту жизнь представить как наш последний дом а значит нужно по полной кутить раз уж один раз живем от себя же замечу что каждый год мы видим ковер из листьев опавших но стоит выпасть весной дождян как они снова радуют взгляды смотрящих а значит гораздо легче чем щелкнуть пальцами для бога вернуть тебя к жизни снова такого каким ты был прежде в точности вплоть до отпечатков рук и ног ведь повторить снова легче то что однажды смог мы под пристальным взором всевышнего ночью и днем раб непременно будет испытан богатством здоровьем всем что вокруг и тем что в нем так что поверьте мы непременно воскреснем чтобы потом вернуться с грузом деяния к всевышним за расчетом разлетятся книги с делами и он прикажет читай плохое хорошее и то что между этим представлена будет ты знай что каждый и ты в том числе будет лишь сам за себя отвечать я лишь читаю слова твоего господа не нужно на меня зло выречать их примерный смысл гласит о том что ты считал ложью возвращения тогда как целая жизнь была дана на поиски истины и спасения но ты был слишком занят гоняясь за временным и тленным приказ читай это благая вес для тех кто не был занят этим миром бренды если не веришь тогда ты просто обязан читать и не позволить дню великой печали для тебя стать первым днем когда ты поймешь цену жизни этого мира и пребывания в нем так что читай а